Как проверить себя на слабоумие или болезнь Альцгеймера? Экспресс-тесты. Болезнь Альцгеймера – это тяжелая патология нервной системы, которая, в первую очередь, угрожает людям зрелого и пожилого возраста. Поначалу болезнь Альцгеймера развивается незаметно, появляются небольшие проблемы с памятью. Например, человек регулярно забывает, где оставил очки, ключи от квартиры, не может вспомнить сегодняшнюю дату без помощи календаря. Иными словами, нарушается функция кратковременной памяти. При этом долговременная память на первых стадиях болезни сохраняется. События, произошедшие в далеком прошлом, человек помнит четко и ясно. Пожилые люди склонны списывать проблемы с памятью на естественные проявления возраста и не дают этому большого значения. Однако, с течением времени симптомы постепенно усугубляются. Человек начинает теряться в знакомых местах, перестает узнавать родных, забывает о том, как пользоваться обычными бытовыми предметами и в целом утрачивает способность к самостоятельной жизнедеятельности. Учитывая, что болезнь Альцгеймера неизлечима, единственный разумный способ уберечься от ее ужасных последствий – это диагностика и лечение заболевания на самых ранних стадиях. Для ранней диагностики болезни Альцгеймера применяются специальные тесты. Эти тесты разрабатываются специалистами в области гериатрии. Если вы обратитесь к врачу для обследования на болезни Альцгеймера, то в первую очередь он обязательно предложит вам пройти один из этих тестов. Тесты на болезни Альцгеймера достаточно просты и могут проводиться в домашних условиях, что особенно важно, учитывая, что многие пожилые люди отказываются идти на прием к врачу, не желая признавать, что им нужна помощь и лечение. Тесты на болезнь Альцгеймера Зашифрованный текст Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, испытывают трудности с чтением. Текст, который вы видите на экране, сможет быстро прочитать и понять с первого раза только человек, не имеющий проблем с беглым чтением. Если человек видит на экране лишь бессмысленный набор букв и цифр, возможно, у него есть предрасположенность к болезни Альцгеймера. Лишняя цифра Тест на внимательность Предложите испытуемому найти шестерку среди девяток. Чтобы найти шестерку, здоровому человеку понадобится несколько секунд, максимум одна минута. Если выполнение теста заняло у человека более минуты, возможно, у него есть предрасположенность к болезни Альцгеймера. Оптика Пространственная деятельность Для выполнения этого теста нарисуйте на листе бумаги рисунок, который вы видите на экране. Предложите испытуемому начертить стрелки от цифры к букве в порядке увеличения, то есть от цифры 1 к букве А, затем к цифре 2 и так далее. Если человек соединит круги в следующем порядке 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д и при этом стрелки не будут пересекаться, тест пройден. Если же человек допустит ошибку и не заметит ее сам, возможно, он имеет предрасположенность к болезни Альцгеймера. В этом случае рекомендуем использовать более подробные тесты, например, следующий. Тест мини-кок Тест мини-кок был разработан в Вашингтонском университете, штат Вашингтон, США. Преимуществом теста является его краткость и возможность проведения людьми, не являющимися специалистами в сфере медицины. Этот тест часто используется в рамках первичной диагностики болезни Альцгеймера и других видов деменции у пожилых людей. Тест мини-кок позволяет проверить функцию кратковременной памяти человека, зрительно-двигательную координацию, а также способность к выполнению заданий, выявляя болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях. Правила теста Тест достаточно прост и состоит из трех действий. Первое действие. Человеку называют три слова – апельсин, окно, пирамида. Он должен их повторить и постараться запомнить. Второе действие. Человек должен изобразить на бумаге часы со стрелками, указывающими время, без двадцати одиннадцать. Третье действие. Человек должен вспомнить и произнести три слова. Подсчет баллов. За каждое правильно названное слово после рисования часов тестируемый получает по одному баллу. Затем баллы суммируются. Оценка результатов. Три балла. Деменция отсутствует. Один-два балла при правильно изображенных часах – деменция отсутствует. Один-два балла при наличии ошибок в рисовании часов – предполагается деменция. Ноль баллов – предполагается деменция. Научное обоснование эффективности теста. Несмотря на то, что данный тест используется во всем мире для первичной диагностики болезни Альцгеймера, существуют исследования, подтверждающие, что результатам теста мини-кок нельзя доверять в полной мере. Специалисты кафедры психиатрии университета Куинс в Кингстоне, Канада, изучили 1517 случаев, в которых результаты теста мини-кок сравнивались с результатами диагностики, проведенной в соответствии со стандартными критериями выявления болезни Альцгеймера. По результатам исследования, чувствительность теста мини-кок варьирует от 76 до 100%. Ученые пришли к выводу, что на данный момент нет достаточных доказательств, позволяющих рекомендовать тест мини-кок для первичной диагностики болезни Альцгеймера. Ссылку на исследование вы найдете под видео. Тест рисования часов Большую популярность в диагностике болезни Альцгеймера имеет тест с рисованием циферблата часов. Данный тест используется во многих других тестах и методах исследования когнитивных функций, например, в ранее описанном тесте мини-кок. Тест рисования часов был разработан более века назад, в далеком 1915 году. Однако в те времена он использовался для диагностики других заболеваний – афазии и апраксии. И лишь с 1989 года рисование часов стали использовать для диагностики болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений. Ссылку на материал вы найдете под видео. Задание Дайте человеку лист бумаги и карандаш и попросите нарисовать большой круглый циферблат с цифрами и стрелками так, чтобы часы указывали время 10 минут 12-го. Оценивание рисунка Оценка за рисунок выставляется в баллах от 0 до 4. Только результат в 4 балла считается признаком полного здоровья. Чем ниже балл, тем выше степень тяжести болезни Альцгеймера или деменции другого типа. Чтобы оценить рисунок, добавляйте по одному баллу за каждую его часть. 1 балл за замкнутый круг 1 балл за изображение цифр в правильных местах на циферблате 1 балл за изображение всех 12 цифр на циферблате 1 балл за правильно размещенные стрелки Расшифровка результата теста Суммируйте все засчитанные баллы Если засчитано 4 балла, деменция отсутствует. При любом результате ниже 4 баллов подозревается болезнь Альцгеймера либо деменция другого типа. Чем больше ошибок человек допустит в рисовании часов, тем выше степень тяжести деменции. Чтобы получить более подробную информацию о тесте рисования часов, воспользуйтесь подсказкой в правом верхнем углу экрана. Научное обоснование достоверности теста Ученые университетских больниц Кливленда, штат Огайо, США, провели исследование. Целью которого было определение эффективности теста рисования часов для выявления болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях, а также для выявления наиболее полезных элементов рисунка, позволяющих диагностировать данное заболевание. Были проанализированы рисунки часов 41 пациента старше 39 лет. По результатам исследования ученые пришли к выводу, наиболее важное диагностическое значение имеет изображение стрелок часов. Совершение двух и более ошибок при рисовании стрелок указывает на высокую вероятность развития у человека болезни Альцгеймера. В свою очередь, правильное изображение стрелок часов означает, что возможность развития болезни Альцгеймера маловероятна, но не исключена. Ссылку на исследование вы найдете под видео. Краткая шкала оценки психического статуса ММСИ Краткая шкала оценки психического статуса, по-английски Mini Mental State Examination, это краткий 30-бальный тест, позволяющий оценить состояние когнитивных функций и степень их нарушения. Он широко используется в различных клиниках по всему миру для первичной диагностики болезни Альцгеймера, а также для оценки успешности ее лечения. Шкала была разработана в 1975 году специалистами в области психиатрии Маршалом и Сьюзен Фольстейн. С тех пор данный тест претерпел лишь незначительные изменения и используется по сей день. Если кто-либо из ваших родных жалуется на проблемы с кратковременной памятью, концентрацией внимания, устным счетом, речью и другими когнитивными функциями, предложите пройти данный тест. Он достаточно прост и может быть проведен в домашних условиях. Инструкция по тестированию Ориентация во времени и пространстве Испытуемый должен правильно назвать сегодняшнее число, месяц, год, а также день недели и время года. Также человек должен правильно назвать свое местоположение, название страны, населенного пункта, области, номер дома или название учреждения. Этаж За каждый правильный ответ засчитывается один балл, за неправильный – ноль баллов. Таким образом, Испытуемый может получить от ноля до десяти баллов. Восприятие Попросите Испытуемого запомнить три слова, которые вы ему произнесете, медленно и отчетливо, например, апельсин, окно, пирамида. После этого попросите человека произнести их. Каждое повторенное слово оценивается в один балл. Таким образом, Испытуемый может получить от ноля до трех баллов. Концентрация внимания и устный счет Попросите Испытуемого от числа 100 последовательно пять раз вычесть число 7. Вычисления должны производиться в уме. Таким образом, он должен назвать пять ответов – 93, 86, 79, 72 и 65. За каждый правильный ответ засчитайте один балл. Если же человек не захочет производить вычисления, предложите другое задание – произнести слово «земля» наоборот. Засчитывайте по одному баллу за каждую правильно произнесенную букву. При правильном ответе человек должен произнести «ялмес», за что будет засчитано пять баллов. Если же Испытуемый произнесет «ямлес», будет засчитано только три балла и так далее. Коротковременная память Испытуемый должен вспомнить и произнести три слова, которые вы попросили его запомнить во время тестирования восприятия. За каждое правильное слово засчитывается один балл. Таким образом, за это задание может быть засчитано от ноля до трех баллов. Устная речь Покажите человеку наручные часы и попросите назвать этот предмет. То же самое проделайте с канцелярской ручкой или карандашом. За каждый правильный ответ засчитывайте по одному баллу. Попросите испытуемого произнести фразу «никаких если и или но». Если фраза произнесена без ошибок, засчитайте один балл. Таким образом, за это задание может быть засчитано от ноля до трех баллов. Действие в три этапа Дайте человеку лист чистой бумаги и скажите следующее. Возьмите лист в правую руку, сложите его вдвое и положите на пол. За каждое правильно выполненное действие засчитывайте по одному баллу. Максимальное количество баллов – три. Чтение Дайте человеку лист бумаги, на котором четко и разборчиво написана команда «закройте глаза» и попросите его выполнить то, что написано на листе. Если человек закроет глаза, засчитайте один балл. Письмо Дайте испытуемому чистый лист бумаги и попросите придумать и записать осмысленное предложение на любую тему, в котором будет присутствовать существительное и глагол. Орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки в этом задании не имеют значения. Если пациент написал предложение, засчитайте один балл. Копирование рисунка Дайте испытуемому чистый лист бумаги и образец рисунка, на котором изображены два пересекающихся равноугольных пятиугольника. Образец вы видите на экране. Попросите точно скопировать рисунок. Если человек нарисовал оба пятиугольника, их линии соединены, и они пересекаются так, как на образце, засчитайте один балл. Если же в одной из фигур больше или меньше углов линии разомкнуты или фигуры не пересекаются, балл не засчитывается. Оценка результатов теста Результат вычисляется путем суммирования баллов, засчитанных за каждое задание теста. Максимально возможный результат – 30 баллов. Он соответствует нормальному состоянию когнитивных функций. Чем ниже итоговая сумма баллов, тем тяжелее степень деменции. В зависимости от суммы набранных баллов, результат трактуется следующим образом. От 28 до 30 баллов. Когнитивные способности соответствуют норме. От 24 до 27 баллов. Имеются нарушения когнитивных способностей. От 20 до 23 баллов. Деменция легкой степени тяжести. От 11 до 19 баллов. Умеренная деменция. От 0 до 10 баллов. Тяжелая деменция. Научные обоснования эффективности теста. Ученые Университетского фонда медицинских наук Колумбия провели исследование эффективности теста ММСЕ для выявления болезни Альцгеймера у людей с легкими когнитивными нарушениями. Специалисты изучили данные 1569 пациентов с легкими когнитивными нарушениями. В ходе исследования ученые не нашли доказательств, позволяющих рекомендовать тест ММСЕ в качестве единственного метода выявления пациентов с легкими когнитивными нарушениями, у которых может развиваться болезнь Альцгеймера. Врачам рекомендуется помимо данного теста использовать дополнительные методы диагностики. Ссылку на исследование вы найдете под видео. Чтобы получить наиболее подробную информацию о симптомах и диагностике ранней стадии болезни Альцгеймера, воспользуйтесь подсказкой в правом верхнем углу экрана. Опросник для родственников Этот опросник поможет вам установить, страдает ли близкий вам человек болезнью Альцгеймера или оснований для беспокойств нет. Тест оценивает все способности человека, страдающий при развитии деменции. Опросник состоит из 21 вопроса. На каждый вопрос отвечайте «да» или «нет». За каждый утвердительный ответ засчитывайте 1 или 2 балла. За отрицательный – 0 баллов. Чем больше баллов, тем выше вероятность наличия у человека болезни Альцгеймера. Итак, начнем тест. Память 1. У близкого вам человека есть проблемы с памятью. Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 2. Если проблемы есть, усугубились ли они за последние годы? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 3. Ваш близкий задает одни и те же вопросы, повторяет одни и те же утверждения или истории в течение одного дня. 4. Да, 2 балла, нет, 0 баллов. 4. Забывает ли он о запланированных делах или встречах? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 5. Теряет ли он вещи чаще одного раза в месяц? Или кладет ли он вещи в непривычные места, а потом не может их найти? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 6. Подозревает ли ваш близкий, что от него прячут, перекладывают или крадут вещи, когда ему трудно их отыскать? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 7. Ориентирование во времени и пространстве. 7. Часто ли близкий вам человек с трудом вспоминает время суток, сегодняшнее число, месяц или год? Или использует ли он календарь или другие источники по несколько раз за день, чтобы вспомнить сегодняшнее число? Да, 2 балла, нет, 0 баллов. 8. Теряет ли он ориентацию в незнакомых местах? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 9. Испытывает ли он неуверенность и замешательство при нахождении вне дома или в подъездах? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 10. Испытывает ли близкий вам человек затруднения при общении с деньгами, например, при расчете сдачи в магазине? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 11. Испытывает ли он затруднения при оплате счетов или при других финансовых операциях? Да, 2 балла, нет, 0 баллов. 12. Забывает ли он принимать лекарства? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 13. Испытывает ли близкий вам человек трудности с вождением автомобиля? Или он прекратил водить автомобиль по причинам, которые не связаны с физическими ограничениями? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 14. Испытывает ли он затруднения в обращении с бытовой техникой? Микроволновая печь, плита, будильник, пульт и т.д. Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 15. Испытывает ли он трудности, не связанные с физическими ограничениями, выполняя работу по дому? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 16. Ваш близкий бросил или значительно сократил время, уделяемое прежним увлечением? Спорт, рыбалка, любимое ремесло и т.д. По причинам, не связанным с физическими ограничениями? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. Зрительно-пространственная ориентация. 17. Может ли близкий вам человек потеряться в знакомом месте, например, рядом с собственным домом? Да, 2 балла, нет, 0 баллов. 18. Бывает ли так, что он выбирает неправильное направление движения? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 19. Бывает ли так, что близкий вам человек забывает не только имена, но и подходящие слова в разговоре? Да, 1 балл, нет, 0 баллов. 20. Путает ли он имена членов семьи или близких друзей? Да, 2 балла, нет, 0 баллов. 21. Бывает ли так, что ваш близкий не сразу узнает знакомого ему человека? Да, 2 балла, нет, 0 баллов. Расшифровка результатов. Суммируйте все засчитанные баллы. Если в результате вы получили менее 5 баллов, значит у вашего близкого нет признаков деменции. Если результат находится в промежутке между 5 и 14 баллами, вашему близкому следует обратиться за медицинской помощью, поскольку у него есть признаки умеренных когнитивных расстройств, которые в будущем могут развиться в деменцию, в том числе альцгеймеровского типа. Если вы получили более 14 баллов, то, вероятно, у близкого вам человека уже развилась деменция, и ему необходимо обратиться за медицинской помощью как можно скорее. Чтобы получить подробные рекомендации для родственников по уходу за человеком с болезнью альцгеймера, воспользуйтесь подсказкой в правом верхнем углу экрана. Разработка и научное обоснование эффективности опросника для родственников В ноябре 2010 года в журнале «Болезнь Альцгеймера» был опубликован пилотный проект вышеприведенного опросника. Его разработка, анализ и исследования проводились группой ученых при поддержке научно-исследовательского института здоровья «Баннер Сан» штат Аризона, США и ряда других медицинских центров. Ученые исследовали эффективность и возможности применения вышеприведенного опросника для более информативной оценки деменции. В ходе исследования анкету заполнили информаторы 188 пациентов, 50 из которых обладали нормальными когнитивными способностями. У 69 были выявлены легкие нарушения когнитивных функций, а 69 был поставлен диагноз «Болезнь Альцгеймера». Согласно результатам исследования, была обнаружена высокая чувствительность и специфичность вышеприведенного опросника для выявления как легких, так и тяжелых нарушений когнитивных функций. В то же время ученые отметили, что данный опросник не предназначен для полной замены диагностического обследования лиц с когнитивными нарушениями. Ссылку на исследование вы найдете под видео. Как предотвратить болезнь Альцгеймера? 10 полезных советов. Первое. Не позволяйте мозгу лениться. Читайте книги. Решайте математические задачи. Играйте в шахматы. Если не умеете, научитесь. Если вы мечтали изучить какой-нибудь иностранный язык, но раньше было не до этого, то сейчас самое время. Научитесь играть на музыкальном инструменте. В целом любая деятельность, заставляющая мозг работать и получать новые знания, существенно снижает риск болезни Альцгеймера. Второе. Общайтесь. Не уходите в себя. Человек не может оставаться здоровым без общения с другими людьми, причем независимо от возраста. Проводите больше времени с родными, детьми и внуками. Поддерживайте отношения с друзьями, особенно с веселыми и положительными людьми. Участвуйте в общественных мероприятиях. Заводите новые знакомства. Третье. Больше двигайтесь. Еще одна питательная среда для болезни Альцгеймера – малоподвижный образ жизни. Для профилактики деменции не обязательно заниматься профессиональным спортом. Замените просмотр телевизора прогулкой или пробежкой по стадиону. Займитесь аэробикой, гимнастикой или йогой. Начните посещать бассейн. Также врачи рекомендуют пожилым людям заниматься скандинавской ходьбой. Не отчаивайтесь, если первая тренировка дастся вам с трудом. Со временем тело приспособится к регулярным нагрузкам, и занятия начнут приносить вам удовольствие. Если вы хотите получить подробные рекомендации об упражнениях и физической нагрузке при болезни Альцгеймера, воспользуйтесь подсказкой в правом верхнем углу экрана. Четвертое. Ешьте больше овощей и фруктов. Обогатите свой рацион фруктами, овощами и ягодами. В свежих растительных продуктах содержится вещество физитин, которое замедляет старение клеток и предотвращает развитие воспалительных процессов в организме. Пятое. Потребляйте незаменимые жирные кислоты. В первую очередь это касается омега-3. Данное вещество содержится в морской рыбе и рыбьем жире, семенах льна, брюссельской и цветной капусте, а также в грецких орехах и куриных яйцах. Шестое. Высыпайтесь. Проводите во сне не менее 7-8 часов в сутки и старайтесь придерживаться естественного режима сна и бодрствования. Недосыпание приводит к повышенной секреции гормона стресса – кортизола, который способствует развитию болезни Альцгеймера. Седьмое. Не поддавайтесь стрессу. Уровень кортизола, ускоряющего развитие болезни Альцгеймера, повышается не только из-за недосыпания, но и в результате регулярных психоэмоциональных стрессов. Научитесь мыслить позитивно. Это не только сделает вас счастливее, но и убережет от опасного заболевания. Восьмое. Откажитесь от сладкого. В последнее время наблюдается резкий скачок заболеваемости с сахарным диабетом, особенно людей пожилого возраста. А это заболевание существенно повышает риск болезни Альцгеймера. Если вам трудно полностью отказаться от сладкого, по крайней мере, сведите его количество к минимуму, а очередную конфету или сладкую булочку замените свежим фруктом. Девятое. Откажитесь от вредных привычек. Курение, употребление алкоголя и переедание – эти привычки не приносят пользу никому, вне зависимости от возраста, а в пожилые годы они особенно опасны, поскольку провоцируют развитие деменции. Десятое. Контролируйте давление. По данным Всемирной организации здравоохранения, повышенное артериальное давление является одним из основных факторов, предрасполагающих к развитию болезни Альцгеймера. Чтобы получить наиболее подробную информацию о болезни Альцгеймера, воспользуйтесь подсказкой в виде латинской буквы «И» в правом верхнем углу экрана. Воспользовавшись подсказкой, вы перейдете к плейлисту из 37 видеороликов, в которых врач-психотерапевт высшей категории Александр Васильевич Галущак расскажет вам о причинах, симптомах и диагностике болезни Альцгеймера, а также предоставит исчерпывающую информацию о новейших методах лечения, профилактике заболевания и даст советы по уходу за больными. Болезнь Альцгеймера является причиной более половины всех установленных случаев деменции. При этом во всем мире наблюдается рост количества заболевших, главным образом из-за старения мирового населения. Работа по установлению причины болезни Альцгеймера продолжается уже много десятилетий, однако до сих пор она доподлинно неизвестна. Существуют лишь гипотезы, наиболее вероятными из которых признаны следующие Нарушения в белковых структурах нейронов, затрудняющие передачу сигналов между нервными клетками и, в конечном счете, приводящие к их гибели. Инфицирование мозга бактерий Парфирамонос гингиварис, который обитает в ротовой полости и вызывает заболевания десен. Накопление в мозге фермента бета-амилоида. Зато доподлинно известны факторы, повышающие вероятность развития болезни Альцгеймера. Среди них пожилой возраст, генетическая предрасположенность, Накопление в организме алюминия, а именно в головном мозге, артериальная гипертония, курение, избыточный вес, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина в крови, атеросклероз. Можно ли вылечить болезнь Альцгеймера? Болезнь Альцгеймера – это тяжелое и неизлечимое заболевание. По мере прогрессирования болезни у человека развиваются когнитивные нарушения, усугубляются проблемы с памятью, снижается умственная работоспособность, возникают расстройства речи, исполнительных функций и восприятия информации. На стадии тяжелой деменции человек уже не может обходиться без посторонней помощи. Хотя болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, достижения современной медицины позволяют приостановить или максимально замедлить ее развитие. Ответственный подход к диагностике и лечению этого заболевания обеспечит человеку сохранение когнитивных функций до глубокой старости, поэтому крайне важно обнаружить признаки деменции на самых ранних стадиях и вовремя обратиться к врачу за помощью. Субтитры создавал DimaTorzok